Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Демастер. Это уже четвертая серия летсплеев на серверах RPG проекта Diffusion. И сегодняшнюю серию я хочу сделать более-менее мирной, только под конец уже сходить вон в ту шахту, которая там находится, чтобы вы видите несколько каменных сердец, которые будут нужны для улучшения оружия в кузнице. А так, эта серия будет состоять из выполнения второстепенных квестов, таких вот мирных, там наловить рыбу, принести яблок, чего-то еще. В общем, эти моменты, конечно, я буду вырезать. В основном, как видите, я буду ловить, там наловил, там все остальное и так далее. В общем, буду ловить рыбу сейчас и, в принципе, это рассказывать, что я думаю. Вот многие уже начали говорить, ну я же говорил в видео, что мне нужны люди, чтобы убивать боссов. Вот, и люди начали спрашивать, типа, и даже говорить, где мастер, возьми меня там с собой, чтобы мы вместе побегали, побивали боссов, там ехали, наших друзей еще возьми. Я вот так думал, думал, столько желающих, ну как бы брать всех подряд тоже не варианты, сами должны понимать. И я решил, что, скорее всего, вот я вот сейчас возьму партнерку от Ютуба, там есть один, ну я посоветовал дизам его, эту партнерку. Вот, и в общем, тогда на Ютубе я смогу сделать стримы. Там есть такая функция, типа, проводить стрим на Ютубе. Вот я, скорее всего, предупрежу всех, что будет стрим в это время. Вы все приходите, я начинаю стримить, и мы вместе бежим, убиваем босса. То есть все остаются довольными, и вы, потому что вы поучаствовали, то есть поиграли со мной, я поиграл с вами. И, в принципе, остаюсь довольным я, потому что я убил босса, выполнил квест, там, ну и так далее. Вот вы, то есть, понимаете, я, Сашок, Сашарок, Сашарок, мне рыбу дает. Спасибо, Сашарок, мне нужно очень много. Так, наверное, сейчас я отмотаю чуть-чуть видео, но буду ловить рыбу дальше. И, наконец-то, я наловил рыбу. Наловил сразу 50, по одному квесту нужно будет 20, а по другому 30. Сейчас, в принципе, не займемся с задачей квеста. И Вильям мне сказал принести рыбу бармену. Бармен у нас находится в таверне. Так мы и поступим. Смотри, да, пока я ловил рыбу, я наловил еще кучу всякого... Всякого мне ненужного хлама. Я, на самом деле, до этого в Майнкрафте Силенда никогда не рыбачил. Ну, только в более очень-очень старых версиях. Так вот, я не ожидал, что ввели такую фишку, что можно выловить всякие... Ну, грубо говоря, дерьмо всякое из речки. Поначалу, наверное, это круто. Хотя, не знаю. Так, вот у нас бармен. Мы передаем ему рыбу. Ну, наконец-то. А то это бестолковая рыба. Ну, короче, в общем, он говорит, что рыбак ему ни хрена рыбу не приносит. Забирает у нас 20 рыб. Так что тут валяется пьянь. Не ешь его, она мне еще нужна. Ик, мы говорим, что не просить ли мне выпить. Ладно, мы берем у него квест на... А, ну да, у меня не показывает, что мы берем квест, потому что я его выключил. И покупаем... А, надо узнать, что мы его должны купить. Давайте посмотрим. Спаун. Ага. Так, странно почему-то класс не взялся. Ну, это не важно, тогда мы просто не будем его брать. Хотя, с другой стороны, нужно узнать Люсичу, что нужно принести. Один L. Бармена купить нужно. Хорошо, мы купим у тебя L. L у нас только 8 деревянных монет. Мы берем деревянные монеты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И забираем L. Как видите, если деревянных монет нет, то мы не можем забрать отсюда ничего. Так, то есть все, что мы должны принести Люсию, у меня теперь есть. Квест у жены... У жены Мингеля мы уже взяли, поэтому нужно будет еще что-нибудь придумать. Кстати, вот опять 2 часа ночи у меня сейчас и в онлайне 7 человек. Довольно-таки меня радует. Люси. Так, спасибо, что помог нам, мы очень благодарны. Окей. Так, она мне дает один цветочек. Каменная монета или нет, как оказалось? Да, у меня не было двух каменных монет. То есть одну каменную монету. Довольно-таки неплохой квест поначалу, потому что одна каменная монета это действительно здорово. Так. Какие квесты нужно еще сдать? Сейчас мне придется, наверное, отправиться домой. Так, виден. И сделать приготовление для двух квестов. Так, скроем чат. Мне нужно будет забрать 25 железа из сундука. У меня, кстати, уже... О, нет, тут даже больше. 4,25 под квест, да? Так, скину все цветы. Нет, цветочки нам тоже понадобятся. Все цветы забираем. Красные. Больше нет, мне понадобится вся костная пыль. Потому что сейчас я пойду, грубо говоря, сажать цветы и срывать их. Зачем я это буду делать? Сейчас я объясню. Есть квест у жены Мигелина. То, что нужно принести... Сейчас я скажу даже... Вот данные. Вот нужно принести 20... Ой, да, по-моему, 20 цветов. 10 роз и 10 ромашек. Чем я сейчас, в принципе, и займусь. А, да, вот этот парень, постул, мне сегодня подсказал, что... Или я сегодня, буквально недавно, подсказал, что у меня была незапреваченная территория. Да, вот этот забор у меня не запревачивает, но я могу его загрифить. В принципе, чем я не займусь позже, я буду его, так сказать, лучше... Ну, как бы, запревачивает местности дополнительно. Вот, но пока что мне нужны цветы. Поэтому я буду сажать траву и нынешнему, чтобы попадется цветок. Я просто, на самом деле, может быть, здесь какой-нибудь другой способ достать цветы, но... Простите, ребята, я не в курсе. Я не такой уж задорох на играх, на самом деле. Я умею собирать, собираю там, писать сайты. С лаунчером, конечно, не так сильно у нас занимается отдельный человек. Вот. То есть... Кстати, так, кому понравился наш лаунчер, ставьте лайк, потому что... Лаунчер реально крут. Мне он очень сильно понравился. Лаунчером занимается мой старый добрый друг, он хороший яво-программист. Зовут его Мастер Чан. Постал, да не бегай за мной. Не бегай, да я уже соберу эти цветы для квеста. Вот. То есть он реально классный тип. Он, кстати, у нас будет заниматься еще раз создавать два сервера. О, в какой-то странный цветок. Это будет NextGen и... Herobrine Survival. Вот про Herobrine Survival вы, может, уже слышали от кого-то из других каналах Ютуба. Они уже говорили, я там кому-то сказал. Тот же самый Неркин, возможно, в своих стримах рассказывал про это. Он мне говорил, что на одном стриме он про это упоминал. О, какие-то красивые цветочки. Это, видимо, из мода. Так вот. Надо будет, кстати, найти цветочки, тоже квест запенить. Это будут сервера. Один будет приватный, на который будут запускать людей. Вот этот Herobrine Survival там будет до трех человек. Это будет похоже на Слендермена. А, то есть, представляете, кто играл в Слендермена в Майнкрафте, да? То есть, нужно будет собирать записки, спасаться от этого ужасного Herobrine. И это будет очень довольно-таки здорово, страшно. Ну, для тех, кто любит адреналин, там, высирать кирпичи, я думаю, это будет очень здорово. Вот этим сейчас у нас занимается, опять же, Серега. Он, кстати, недавно начал этим серьезно заниматься, более серьезно, чем обычно. То есть, возможно, скоро уже будут альфа-тесты. На просторах ютубов будут появляться у обзорщика Майнкрафта ролики именно вот с этим вот, с Herobrine Survival. А насчет второго сервера Nextgen, который он будет тоже создавать, это будет тоже бомба. Это сервер, на котором можно будет играть с их друзьями. Это будет такой клан-бар-сервер с более 500-600 своих блоков, которые они рисуют здесь. И зипоты, кто видел на РПГ Зиги, это профессиональный художник-строитель. То есть, если вы видели, то есть весь спав, который у нас есть, это строил он. Множество квестов, которые у нас есть, тоже придумывал, опять же, он. Ну, конечно, человек, он такой своеобразный. То есть, кто с ним разговаривал, в большинстве из игроков особенно считает, что он неадекват. Но если с ним пообщаться довольно-таки долго, как я, можно понять, что он просто такой человек. То есть, знаете, люди разные бывают. А мне все равно, как он себя может вести. Главное, что он реально дает классные идеи. Просто он, как бы, знаете, он такой из крайности в крайности. А так человек, на самом деле, очень хороший. Я уже, наконец-то, закончил собирать эти проклятые цветы. Пришлось потратить все кости на это дело. Надо было брать, взять с собой ведро воды, чтобы заливать сразу же траву, которая не удалась. Вот. А, да, вот я не закончил. На этом Next Genie будет даже такая фишка, что, насколько я знаю, клан, который достигает 20-30 пользователей, и там все активно играют, и клан участвует в каких-то там мероприятиях клановских, и занимает одни из первых мест, может даже получить блоки в виде флага. То есть, ну, грубо говоря, у вас на вашем замке будут висеть вот прям вот так вот на стене, вот, может быть, это ваша стена, да, будет такой тонкий-тонкий-тонкий флаг с вашим логотипом, такие какими-то скрещенные мечи, там, и чем-то такое. В принципе, логотип вы сами можете нарисовать, либо его заказать. А те, у кого будет мало людей в клане, но они будут, как бы, не будут набирать людей в клан, насколько я понял, можно будет логотип заказать. То есть, не его вон рисуют, и вот уже будут, естественно, не бесплатные услуги. Вот, там будет очень много всяких классных штучек интересных, но загадывать не буду, то есть, я не знаю, будут ли, будет ли Серега с Зигей, если мы так дальше сотрудничать, надеюсь, мы не поссоримся, и ничего у нас не случится плохого, потому что такие случаи у нас иногда бывают, что мы просто во всяком пустяком сремся. Ну, как знаете, хорошие старые друзья бывают, посремся там, и потом опять возвращаемся. Ну, да, в самом деле, мол, ладно, заглядем. Так, тем временем, пока я рассказывал все эти бредовые истории, я добыл эти проклятые цветы. Ужаски начинает, а нет, мне показалось, что начинает темнеть. Так, снова делаю чат, видно, депортируюсь на спаун. Спаун. Настройки. Чат скрыть. Так, сейчас мне нужно найти кузнеца. Сколько у меня деленных монет? Три. Каменных две. Нужно запомнить. С 25 железных слитков оно мне должно что-то дать. Так, спасибо тебе. Теперь я снова вернусь к работе. Окей. Так, с 21 глава мы с 24-й получили. 21 монету. Хм, что-то не знаю, железные слитки стоят ли 21 монеты. А, и еще сердце каменного голема получили. Это вот действительно хорошая вещь. За сердце каменного голема можно улучшать оружие, насколько я знаю, вот этого же кузнеца. Потом я буду, когда уже в жахте ходить, которая там была, у маяка. Ну, я вам поподробнее это расскажу. Так, да, ну спасибо тебе, странник. Я получил с 25 по 27 левел. Ну, в принципе, это квас-то было несложно. И 7 монет. Не знаю, костный пыль намного дороже, мне кажется, было, чем эти 7 монет. Так. Ну, а теперь, наверное, перейдем к основной части этого видео. Так, у меня сейчас есть алмазы на груднике, зачаровал 24 левела и получил какую-то хрень. Защиту от снаряда. А сейчас мы перейдем непосредственно к убийству бабов этой шахте. Кстати, в гильдии убийц, да, в гильдии охотников за головами, то есть, если быть точнее, был квест на эту шахту. А, я, пожалуй, тоже сейчас сбегаю, возьму все квесты, которые там есть. Возможно, я как раз-таки возьму этот квест, потому что, ну, это будет, как минимум, здорово, потому что я получу с него какие-то бонусы. Так, что у тебя есть? Пишу, что стоит подзаработать. Ну, давай, что кого-то нужно убить. Нет, должен с ним станцевать. Блоги-логи, конечно же, убить без того человека. Ну, ладно, берусь. Я не понял, кого нужно убить, но это не важно уже. Раньше, что тебе мне нужно? Так, если у тебя работа для меня, ты, значит, ищешь работу. Так, вот, ведем никаких, вот, да, я предотвращу, это вот я взял квест на этих существ и еще работу возьму. Ты же знаешь, другой мир, он находится на втором этаже, да, продолжай. Вот, в общем, главное быть, тварь и королева пони. Убийство королевы пони. О, да, кстати, в пятой серии я, наверное, пойду в мир пони. Нужно убить. Сейчас расскажу. Пони 200 штук, е-мое. Наверное, я поубиваю пони, расскажу о еще событиях, которые случились. Ну, да, короче, в пятом видео будет, нам уже будет, такое, боевое. То есть, там, будет сражение с пони и выполнение вот этих квестов. Босса пони я пока, наверное, тоже трогать не буду. Хотя, я посмотрю, он, сколько она сильная, эта королева пони. Если она будет довольно-таки слабак, но к тому моему, вернее, к уровню развития, который у меня будет уже на тот момент, тогда, может быть, я ее один завалю. Хотя, кто знает, может, не получится выживший. Что ты мне скажешь? Я ей спас в этой пещере жуткие монстры. Слышь, парень, не пугай меня так. И вот опять этот момент, когда все темно. Надо зайти в герарфики и сделать яркость на фул. Почему я делал все время яркость тузплый? Потому что так Майнкрафт больше кажется мне Майнкрафтом. А при яркости... Ух ты. Пол сердца, все. Парень, ты тебе. О, нормально. Я думал, здесь будет посложнее. Давай, сдохни, парень, сдохни. А почему тихо-то не меняется? Ты что, бессмертен? А не, мы его убьем. Так, скилит он, где он? А, блин, здесь слишком темно. Надо что-то придумать. Может, своровать факелы и поставить их? Где нельзя, наверное, расстроиться. Так, посмотрим этот квест. Ага. Древние скелеты. Вот, нужно убить от эншентов скелетонов. Десять штук. А еще вот есть голем, из которых распадают сердце каменного колема. Которые нужны для улучшения... Любого вооружения, которое у тебя есть в кузнице. Так, вот еще одного скелета я убил. Еще один скелет. Не, слышь, намного... Ой, что это такое было? Намного, на самом деле, проще, чем с теми же самыми гоблинами. Хотя, что-то их становится больше и больше. Вот когда я... Когда я начинаю зазнаваться и говорить, что все стало было просто... Почему-то мне сразу же дают по бороде. Черт, 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 нет. Творите от меня, проклятые твари. Они что, выходят наружу? Ничего, у меня тоже есть лук. Посмотрим, кто круче. Кто лучше лучник? А что, это удобно так-то так вот новых убивать? Хотя, это, наверное, нечестно. Не считается багом. Да, не делайте так, как и делаю я. Поэтому я возьму оружие и пойду в ближний бой. Потому что я буду добропряженным. В общем, хорошим игроком. Учитываю. А, ну это, видимо, големы сделаны из этого булыжника. Намекает нам Зиги. Ну да, они, видите, такие все волосатые и в плесени. Я, конечно, не знаю, как это будет на видео. У меня тут как бы все, в принципе, видно. Но, когда я смотрел видео, там было ужасно, ужасно все это видно. Так что, ребята, простите, если это будет очень плохо видно. Я заранее извиняюсь. Но, кстати, напишите в комментах, видно нормально было или нет. Потому что, для меня, вроде, все ок. Чертовы скелеты. Откройтесь в этот свет, да. Куда? Где вам место? О, боже мой, это труп. О, боже мой. Не издевайтесь, у меня даже имени нет. Бедный парень, они не убили его. Так, по квесту, что у нас там? Пять скелетов я уже прикончил. Осталось еще пять. Думаю, вот. Ого. Сразу же нападаешь. И голем тут. Сделаем по старой схеме. О! Зиги, если ты это смотришь, пожалуйста, не бей меня. Как я так зафейлил? Не пойму. Да, кстати, в следующей серии, я даже не знаю, вот, у меня убить... Так, убить пони или все-таки пойти и попытаться убить орка одному, потому что я его попробовал убить один. В принципе, это реально. У меня даже появился план, как его прикончить. Но если я вам покажу этот способ, думаю, Зиги меня сразу же убьет, либо он его пофиксит на следующий день после появления видео. Хотя, ладно, все-таки покажу. Этот способ, в принципе, законен, потому что он будет за мной гнаться, и я буду его убивать, в принципе. Блин, кто меня бьет. Голем появился сзади, голем сзади появился. Черт, 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 черт. Фух, я выжил. Я выжил, да. Проклятый голем, мы думали, вы сможете меня убить, да? Ага, не тут-то было, я оказался, он мне вас. Тупые големы. Они думали, что они смогут меня так просто взять и убить. На... На проклятый... Проклятый, я не знаю даже, как его назвать-то. Еще он... Мховый голем. Ну, а он, в принципе, такой не очень красивый. Ой, не скелет, скелет, не стреляй мне, да я спрячусь. Странно, сердце каменного голема здесь выпадает как-то поговняно, но на самом деле, это чтобы зачаровать шмот. Ничего придется. Миллион этих големов, если перебить, чтобы она выпала. Но, с другой стороны, реалистично, чтобы не сделали все в первый же день, сразу же миллион всякого разного крутого шмота. Миллионы, которые здесь всегда не так бесят. Просто не могу лопать под это, а скелета вовремя. Ди-гейцы смотрят в видео, он еще скажет, ты просто косой. Так, квесты. Осталось убить двух, двух проклятых скелетов. Который меня уже... Вот я уверен, я сейчас только сюда зайду, и они сразу же сзади спавнятся эти големи проклятые. Конечно, скелетон чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Я думаю, что меня так просто убить, жалкие лопа. Плохие новости. Вот не зря я зачаровал лук, все-таки. Правда, он зачаровался как-то по ущербному. Но это не важно. Попал, попал, попал. Важно то, что даже на силу один... Да ими, чем я как-то подмену зачарован. Я просто зачаровывал, чтобы было. Было? Не, на самом деле... Кто-кто-кто ударил. Голем, ты что ли? Отойди от меня. Да, стой там. Там врезался скелет. Ну что, в паутине застрял? А, он залез по лианам. Не, 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 не хочу умирать молодым. Я не хочу умирать молодым. Парень, подожди. Дай я... Уничтожу. Дай я отрегеню хп, да ты... Давай мне подождать. Не дай же мне расслабиться, не дают. Кстати, да, вот в отличие от гомлинов, я понял, почему гомлины. Это лоу данж. Я даже понял, наверное, расчет зигих. Я, наверное, не догадывался. А я, не, наверное, для этого это и сделал. В принципе. В общем, у гомлинов рез по намного дольше. То есть, у меня убили гомлинов. Нифига себе, это что я? Боже мой, дикобраз какой-то. Как мне, бронято. Поломали, четко полимали. Вот, сердце каменного голема, две штуки теперь вниз. Это здорово. Так вот, я не закончил. То, что хотел сказать. В принципе, у этих големов, у них рез довольно-таки быстрый. То есть, если я зайду дальше в шахту один, то, чтобы выбраться обратно, у меня уже не будет возможности. Потому что они сзади нарезаются. И когда я буду бежать, они просто затолкают. Вот. А если с гоблинами такая ситуация, то такой ситуации там просто не может быть. Потому что ты их убьешь, а пока там задняя резница. Ну, помните, в третьем летсплей, да? Вроде была такая штука, что просто когда я всех гоблинов перебил, там бегал, оставался путь только к этому. К их лидеру. Неужели ты их перебил? Ну, ты еще кромсала. А, тот еще кромсала. Все, спасибо, чувак. О, три каменных монетки. Кстати, да, пока не забыл, пойду обменяю все четыре деревянных на одну каменную. И, в принципе, на этом уже можно будет завершить летсплей. Пока я это все делал, уже в онлайне осталось пять человек. Ну, и неудивительно, уже два часа двадцать минут. Ну, по моим часам. Ну, это не важно. Обменщик. Обманщик. Так, закидываем деревянные монеты и получаем каменную. У нас четыре каменных монеты. Наверное, куплю себе посох. Так, ну что ж, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Удачи вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok